добрый вечер спасибо что пришли сегодня какой-то у меня такой бенефис здесь вообще чувствую себя как стендап вот давайте я тоже сяду и расскажу немного о мероприятии которые сегодня мы решили сделать знаете мы хотели сегодня поговорить конечно непростом непростом периоде истории церкви это новомученики и на примере конечно отца александра хатовицкого который является святым храма христа спасителя где я и 20 лет уже проработал кто-то слышал наверное храма христа спасителя был мою проповедь охрая о отце александре кто-то может быть что-то читал вообще фигура удивительно интересная и мне кажется будет сегодня ну много чего что может быть вам покажется интересным я когда составлял сейчас презентацию подумал ну наверное что-то надо показать какие-то картинки фотографии чем там еще ну в общем да получилось 96 слайдов поэтому я думаю что ничего не будет вдруг появилась вот об отце александре к сожалению сейчас вот сейчас именно очень сложно найти материалы объясню почему он жил 18 лет в соединенных штатах соответственно это архивы америки на все наши запросы просьбы обращениям ну так себе знаете вот нашлись только мои какие-то студенты из американского колледжа которые помогли когда мы в том году делали фильм я позвонил финляндию я написал несколько писем в финляндию потому что с 14 по 17 год отец александр живет в гельсинфорсе в хельсинки и там остались как различные вещи фотографии там много чего есть ну со мной связался только такой пожилой человек ему 87 лет как бы наверно может ему уже терять нечего он решил со мной поговорить поэтому все остальные священники прихожане сказали что ну как вообще даже на письма не ответили и вот от а это место то где как раз очень много хранится вещей которые отца александра остались том числе и ряд этих фотографий которые вы сейчас будете смотреть они именно из архива финляндии ну даже нельзя архива из приходского такого музея значит ну давайте начнем тогда да еще в этом году мы создали фонд фонд отца александра хатавицкого ну так все сложилось не буду рассказывать подробности там были какие-то реально какие-то такие чудесные встречи сплетения и так получилось вдруг реально я когда должен был уже ну как бы ввязаться в эту историю и сказать что ну вот ладно я сомневался ну правда реально ну слушайте любое серьезное дело да вы такая сидите и думаете а может быть и не надо а может не стоит а вдруг не получится и вдруг еще что-то я думаю фонд поговорил с ключурём храма христа спасителя отцом михаилом он такой ну ты знаешь был бы какой-то известный святой там от чего-нибудь бы лечил помогал там знаешь там все бы там народ приходил там понятно хатавицкий и вдруг мне звонят мои знакомые говорит я тебя книжку нашел вот прямо реально мужчин принес как это книжка издана финляндии там про хатавицкого вот тебе я взял эту книжку еду и вот мне буквально встречаться там через несколько дней надо оформлять фонд я сижу перелистываю страницы я сам думаю ну вот надо этот фонд делать или не надо и вдруг строчка в двадцать седьмом до 1927 года в хельсинки был фонд отца александра память священник отца александра хатавицкого который помогал русским эмигрантам детям русских эмигрантов оплачивал обучение за границей финляндии я думаю ничего себе вот именно почти так мы и создали фонд отца александра хатавицкого значит то что вы здесь можете видеть это его фотография периода соединенных штатов когда он был а вообще он родился на украине это тоже очень важная такая история но она отразится в дальнейшем на его судьбе духовные семинарии в кременце посмотрите пожалуйста это знаете кто строил это восемнадцатом веке строил доминика фонтана слушайте представляете в городе кременце где-то да это тогда польша была вдруг построен вот такой шикарный просто католический монастырь этот монастырь потом естественно когда эта территория переходит российскую империю становится православной семинарии никаких там католиков уже нет но вы должны понимать да а отец отца александра александр антонович катавицкий он будет ректором семинария и вообще посмотрел их родственников они почти все то много братьев обычно там каких-то там дяди да и вот они все заканчивали духовные семинарии академии так далее вы должны это тоже понимать что там происходит потому что вспомните прошли профессора преображенского который говорит помните такие слова ну кто я сын метрофорного не метрофорного кафедрального протеерея третье поколение священников как правило уже не шли по духовной линии они уходили в университеты заканчивали там какие-то светские заведения и становились там адвокатами становились какими-то чиновниками губернаторами но вот к духовенству они уже не имели отношения удивительно что вот в семье катавицких это линия все-таки продолжается хотя справедливости ради в допросах 37 года он рассказывает о своих родственников и говорит о том что не там брат михаил допустим в киеве живет они не священники они вот это именно то самое третье поколение там четвертое поколение до которые уже сделали в начале двадцатого века совершенно другую карьеру вот хатовицкий отец александр он заканчивает семинарию в кременце это рядом с житомиром это вот эта территория и ну в принципе это высшее образование в принципе все но он дальше едет санкт-петербург и в санкт-петербурге он поступает в духовную академию я нашел документы как где он поступал и вообще принципе сегодня мы поговорим про документы на самом деле потому что два года я занимаюсь этим вот человеком и и поиском документов связанных с ним и и реально что-то находится слушайте для меня был небольшой шок когда я начал смотреть документы поступления в духовную академию санкт-петербурга ну понимаете столица главный монастырь александр невская лавра значит соответственно там при ну наверное должны были приехать не самые такие непонятные люди которые говорят о академия ну давайте я туда тоже поступлю они приезжают и вот смотрите из там 90 человек надо было за сочинение по новому завету набрать но мне не помню там сколько-то баллов ну 100 не помню хоп один балл или там сколько-то как 10 баллов этом ничего себе кто это вообще откуда эти люди взялись вы приезжаете поступать в какое-то высшее учебное заведение причем это же не высшее учебное заме это уже они докторскую степени получали но это фактически аспирантура с новым заветом есть проблемки вообще-то понимаете отец александр не не самый лучший там баллы набирает но неважно он поступает в эту академию и он учится и заканчивает ее и дальше выбор вот он не принимает священного сана монашество как многие да там карьера еще что-то он думает почему вот эта территория очень нам важно потому что здесь сосредоточено несколько очень важных таких моментов мне кажется они отразятся на нем будущем прежде всего здесь есть противостояние католической церкви у не адской церкви до православной церкви и здесь такая постоянная борьба идет за души людей постоянно идет вот такая как сказать миссия до миссия среди этих людей и здесь напротив например сейчас на хода это передан естественно сейчас униатом там рядом православный монастырь и рядом еще что-то и сейчас также продолжается вот в эпоху отца александра конечно это тоже было актуально и вот он миссия он видел в реальную миссию вот прямо вокруг который происходило работа его отца остальные которые приезжали из каких-то глубинок там русских там городов деревень деревней что они видели ну священство это по сути дела государственная должность это такое это чиновники они приезжали у них после семинария вас назначали вам что ну как хотелось бы хороший приход александр 3 просит в отчетах указывать собственность священник вот ну как бы наличие собственности в том году читал как раз вот личные дела священников храма христа спасителя ни у одного нет личной собственности ни у одного ну хорошо у одного он служил в клину там домик какой-то при церкви он получил потом стал настоятелем храма христа спасителя в москве домик так и остался перешел его дочки то соответственно вышла замуж за семинариста и вот семинарист стал священником в этой в церкви кафедральном соборе в клину все и вот это единственный момент как-то зацепился за домик ни у кого нет домика ничего не квартир нет потому что все вам дается вы приезжаете на приход вам выдают квартиру духовенства храма христа спасителя живет в центре москвы государство выделяет деньги на квартиры на дрова на там еще что-то и так далее данных на вторые окна зимой надо вставлять значит соответственно вот понимаете вы вы в принципе всем обеспечены вы не должны с прихожанами работать вам и так все государством зарплату платит но можете там конечно что-то сделать поэтому не надо думать что они конечно шиковали и там прекрасно все жили не все но 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 вот так вот что-то вот что-то чтобы делать там миссию какую-то развивается прихожанами работать да ну а зачем в принципе она так и все и вот мне кажется что в этом то мы и можем наблюдать какую-то вот проблему которая вырастет в будущем вот в революцию и почему так русские крестьяне которые все ходили в храм и в церкви там еще что-то они побегут громить эти церкви убивать священников громить монастыри основной миссии то внутри никто по сути дела не занимался ну так по большому счету но и так все было хорошо а то что печаталась и издавалась а кто читал ты у нас грамотных в русской деревне было раз два может быть и все едва и все потому что да действительно при александре третьем и при николае задумывались всеобщей грамотности но не достигли этого не смогли этого сделать поэтому говорить о том что русские крестьяне там ну вы же понимаете там максимум это что ну это уж усекновение главы иоанна крестителя там что там картошку яблоки есть нельзя давно потому что ну грех большой вы понимаете вот в чем грех потому что круглое яблоко глава иоанн креститель нужным бред же значит соответственно вот на этом уровне как-то все продолжалось и тут вот студент от сеции александр хатовицкий решает посвятить себя миссии не принимая сана пока он думает он он наверно хотел жениться конечно но ну как вы заканчиваете где где вы жену возьмете сразу и вот в результате они вместе с отцом иоанном кочуровым кажется так правильно говорить ну покрайней питерцы так говорят они решают стать миссионерами и они встречают вот этого человека который приехал в санкт-петербург ну как бы так скажем на каникулы да это епископ алиутский и аляскинский николай зеров и вот он как раз приезжает в академию чтобы найти кого-то кто бы приехал с миссии в америку и он говорит о том что мне не нужно бы кого но потому что очень сложно слушать оттуда бегут священники бегут убегают из америки потому что во первых приезжайте вообще-то надо язык знать ну так на всякий случай хатовицкий из английского не знает в его документах нет никакого английском есть французский по моему а у его будущей жены немецкий и французский никакого английского никто не изучает вот они приезжают в америку они прожив 18 лет они прекрасно говорят по-английски они издают и журнал на английском языке понимаете то есть вот вот готовность этих людей и конечно зерову нужны были люди которые готовы были а а миссия это совершенно там другая там во первых чужая среда никакого синода куда вы можете написать пожалуйста дайте денег там ночью такое никакого синод синод находится представляете за океаном пока они там посидят подумают потом они пришлют вам ответа может скажет нет и все и что и вокруг индейцы и люди которые говорят на другом совершенно языке а америка в этот период вы же должны понимать это страна эмигрантов там все буквально и удивительно что русских там очень много русских русинов значит украинцев все едут туда почему заработать там цены другие вот мы сравнивали как-то со студентами цены зарплаты русских рабочих европейских американцев да конечно у нас маленькие зарплаты 25 рублей зарплата рабочего но слушайте но у нас и цены копеечные в прямом смысле и в любом смысле переносном да у нас реально низкие цены на сельское хозяйство сельскую продукцию то есть прокормиться на 25 рублей рабочий очень даже ну мог а в америке другая история там и цены высокие но и зарплаты большие вот сейчас я вам покажу и в результате что получается ну не каждый готов слушайте и патриарх тихон потом описывает свои путешествия и точнее александр описывает путешествия патриарха тихона будущего он когда он сменит владыку николая на кафедре алюцкой ну не каждый готов вот так вот знаете архиерей в россии вот он едет куда-нибудь ему надо ехать ему вагон предоставляют вагон это как сейчас бы с мигалками здесь вот с машинами там вот архиерей проехал понимаете патриарх тихон ему надо было до корабля добраться он они нашли алиута который там в каяке до плавает это и море бушует может быть доедем тоже корабль не может подойти к берегу и они по этим волнам и до корабля в каяке каяк из кожи сделаны этот лодка вот это представляете и будущий патриарх тихон там вот лодки по море плывет и они подплывают кораблю там представляете глаза у людей которые смотрят какой-то священник что зачем они сюда как они там ну кто готов был в море прыгнуть и поплыть а а путешествие о дороге а там дорог нет а тысячи километров и вот они там ходят от и по от прихода к приходу в приходе не священника ничего патриаре будущий патриарх тихон там с священниками приходит какие-то крестики раздают как молитвы читать как крестят потом он сидит сам чаем заваривает там архиерей да и наш архиерей в питере или в москве где-нибудь да там тройку лошадей там все это как надо рессоры хорошие что были да там все это встретили руки поцеловали все понятно здесь совершенно другая история это тоже важный момент я прошу вот это вот тоже понять потому что столько лет проживания в таких условиях изменила менталитет и отца александра хатавицкого и патриарха будущего тихона это удивительно вовремя приходится в период русской революции когда они оказываются но по сути дела в таких же условиях а остальные они не знают что делать ну сейчас дальше поговорим об этом и значит что получается вот приезжают почему отец иоанн кочуров нам интересен тут тоже мы же сегодня про новомучеников а отец иоанн кочуров он когда туда приедет он женатый будет и потом вот он будет в чикаго служить маленькая такая церквушка и он присоединять посмотрите сколько 86 униатов католиков там 215 человек прихожан у него но в принципе такой небольшой приход это будет первый мученик из числа священников который погибнет в 1917 году вот убийство отца иоанна кочурова начнется фактически вот эта эпоха новомучеников среди духовенства ну вот он первый его забьют штыками там они отслужат молебен для в период гражданской войны чтобы усмирить как бы да о прекращении брани и его просто не доведут до суда ну что суд ну поругали бы его там я не знаю там сказали что вы контрреволюции занимаетесь народ просто забил штыками растерзал по дороге ну такая жуткая судьба у него отец александр когда иоанн кочуров уже становится священником приход получает отец александр приезжает в нью-йорк он не женат выбор непонятен пока и он становится просто псалом щекам он псалом щекам в нью-йоркском соборе и вот смотрите его зарплата но ему обещают эту зарплату тысяча сто рублей золотом но где-то так 91 рубль в месяц мы говорили что рабочий получает 25 рублей у нас вы понимаете вам надо ехать у вас тут ну 30 ну ну даже духовенство там 40 50 рублей вам 90 за псалом щека и вы такой да и вы туда приезжаете а вы же еще не проработали ничего денег у вас никаких нет и отец александр попадает в неприятность потому что денег нет просто реально и тогда начать в деньгах крайне необходимость подпись руки о псалом щека хатовитского это епископ пишет и действительность его крайней нужды полную бездену свидетельствуют там ну и так далее вот в общем отец владыка николай до 30 30 долларов своих отдал ему скал на первое время давай пока заработаю счастлив зарплату скоро заплатит то есть он попадает в реальные такие серьезные эти самые обстоятельства и но это так для сравнения до средняя зарплата по соединенным штатам в этот период и вот посмотрите у это зарплата но это я так перевел как смог надеюсь я правильно перевел 550 долларов он получал на это 1100 рублей тогда вот такие деньги но приличные все таки за псалом щека и там же он находит девушку мария владимировна щербухина она работала гувернанткой при императорской генеральном консульстве в нью-йорке и кто это такая она из бедных дворян и отец у нее был военный а еще павел первый учредил такой павловский институт будущем он там переезжает несколько раз неважно вот вы когда с московского вокзала выходите в питере и оказываетесь на знаменской площади и перед вами такая стелла где стоял памятник александру третьему и тут-то всякие революционные события происходили поэтому площадь восстание теперь и станция метро напротив и за ней начинается улица вот пройдите по этой улице ну четыре дома и вы увидите павловский институт он сохранился реально сохранился все там сохранилось это удивительное там это реально школа сейчас и девочки жили там и учились это павловский институт для девочек военных офицеров которые остались там девочки сиротами без родителей ну короче это такая социальная история и у щербухины судя по документам который я видел отец был жив но они попросили ее взяли и вот она училась там они жили там павлушки эти а дальше даже есть книжка про павловский институт выпускницы издала там какие-то рассказы такие и вы знаете им давалось возможность получить образование но такое реальное образование не просто там закон божий поведение там хороший там еще что-то вышивать я умею ну и что дальше если из бедных то дворян вот чем ты займешься то в реальности и они давали им возможность получить как бы дополнительное образование несколько как бы 2 годичные по моему таки курсы гувернеров и вот как раз она получает диплом гувернантки дипломированный и она едет соединенные штаты ну так я понимаю не договариваясь не с отцом александром будущем да она просто туда приезжает там работает и вот там они познакомились и вот там происходит не просто их встреча венчание и соответственно понимаете в чем дело это единственное вы найдете везде в интернете фотографии таких единственная фотография ну по крайней мере более менее хорошего качества конечно они не так чуть-чуть выглядели когда в девяносто пятом там девяносто шестом году они там встретились да ну чуть-чуть они были моложе и забегая вперед скажу что детей у них не будет и вообще мне ну это как бы потрясающий вот интересный подвиг и и вот его понятен как бы да сейчас я там расскажу все эти документы там всякие там расстрелы там все это ясно а вот для меня всегда я думаю о том что какая же у нее судьба и как у какое вот вот вообще вот ее подвиг личный когда мы говорим про мучеников мы все время вспоминаем на каких-то первых веков там да там какой-то георгий победоносца как его там пилили там как его там варили как им все и он там только за христа и умирает и все и ну ну мученик понятно мы чуть вообще знаем про его родственников ну хорошо не ну вы сейчас вспомните да там родственницы его просветить за грузии но мы знаем как они общались там не знаю как что у них там что они обсуждали как как она переживала когда георгий убивали что мы вообще ничего не знаем понимаете про этих мучеников это такие ну по большей части это какие-то такие похожие на сказки на ночь таки да вот как бы читаешь и думаешь о ничего себе а потом начинаешь читать житье новомучеников и думаешь что такое а где чудеса а где там раз да как у святого кого там сердце раскрывает а там монограмма иисуса христа таки о да а здесь ничего здесь жуткие какие-то пытки ужасные концлагеря и и причем мы всех почти знаем дословно мы даже их личных кто кто расстреливал знаем прямо да и фотографиях есть и и вот родственники их живут сейчас среди нас понимаете чуть как-то не очень ну вот понимаете и мы вот в этом случае мы знаем даже про жену отца александра она же прошла с ним все буквально и вот такой феномен в конце вы 19 века появляется какое-то такое направление что ли отчасти это можно объяснить но вот среди духовенства появляется такая штука что они начинают жить женами без плотских отношений да они живут как брат с сестрой и у нас такой пример это отец иоанн да да вот отец иоанн сергеев ну так вот ну тоже с другой стороны да но не предупредил же он ее ничего не сказал да они поженились а он такой хоп ну знаешь дорогая детей у нас не будет потому что мы как бы вот высокое духовное отношение только это это для нее это конечно очень сложные переживания я не знаю как в этом случае но вот финны пишут а по крайней мере финны пишут они успели в 90-е годы взять вас опросить людей которые с ними тесно общались они знали жили там рядом приходили и были прихожанами и финны пишут о том что у них это такие так скажем братские отношения я не знаю вот понимаете в этом случае надо смотреть следовать дальше но это действительно вот и при этом она пройдет с ними все эти лагеря ссылки и так далее да и вот я не знаю чем она закончила я я до сих пор мы не мы не располагаем сведениями потому что мое обращение наталкивается на то что вы же родственник игру ну нет но если вы не родственник мы не можем вам ничего сказать а все обращения в мвд фсб там вот такие кривые неофициальные они говорят что он нет у нас никаких сведений они в дальнейшем поэтому вот удивительный человек который прошла с отцом александром рядом мария владимировна чем закончилась ее судьба и жизнь вот сейчас пока ранней мере сказать не могу вот александр 24 года такой молодой священник обратите внимание у него видите такое на цепочке крестик да это он доктор наук он закончил но он закончил академию же а качуров качуров точнее да не не закончил диссертацию не защитил а отец александр вот доктор наук между прочим и вот рядом такая так такой значок вот обратить внимание к эти значки сейчас мы поговорим про них значит и отец николай зиоров рукополагает отца александров священники значит в дальнейшем отец владыка николай уезжает и на его смену приезжает патриарх будущий патриарх тихон значит епископ а людский олескинский тихон белавин здесь на этой фотографии вы видите отца иоанна качурова и тихона белавина это непростая фотография не для слабонервных потому что потому что мы касаемся очень скользкой для многих православных темы ой ну это вот полная фотография и не очень любит показывать до обычно кусочек и показывают а все остальное как-то ну не очень да ну как бы для слабонервных просьба справилась смотреть в правый угол этой фотографии и как бы ну и успокаиваться вот медитировать значит но это для других значит смотрите они оказываются в ситуации когда действительно активная миссия причем миссия такая прям ну реально нужно ехать на поездах нужно приходить и вот отец александр занимается миссии просто случай да он среди русинов среди украинцев ну таки они живут там на границе венгрии и украины да и они католики но униаты и вот он среди них проводит миссию слушайте 3000 человек привел в православие между прочим один раз его жутко избили они подумали что они вот так били что подумал ну несколько раз ударили а все-таки человек молодой интеллигентный не привык такому упал и все подумали о умер и разбежались но он реально был он потом показывал владыки николай по-моему ли тихону раны говорил побили и то есть он ехал и проповедовал переводил дискутировал это одно но мы все время забываем что есть вообще-то другие люди других национальностей которые живут там и они привыкли к западному латинскому обряду и их тоже можно привести в православие они ты почему не могут это сделать и вот в 1870 году постановление синода о том что они признают и тихон к этому принимать отношения имеет прямое что они признают мисс мисс умер как-то мессу католическую и признают с добавлениями в евхаристический канон определенными ну естественно символ веры до без филиок вы и признают в качестве молитвенника сборник молитв англиканской церкви переведенный нам на английском языке естественно если вам удобно молиться вот в храме который построен по католическому обряду да там или католический обряд вам близок потому что вы с детства ходили это не мешает вам перейти в православие и оставаться при этом православным человеком ну да но при этом вы поете песнопение не на греческом хотя синод советовал там несколько раз кирилли и сын там добавить чтобы ну хоть как-то хоть как-то прогрессию там что-то это первое второе из православных церквей в америке была только русская православная церковь других православных не было там были значит как бы арабы да но это все включалось в русскую православную церковь сейчас там только патриарх варфоломей да и и все ну и мы еще тогда никаких там константинопольцев там не было вообще и здесь очень хороший диалог у них идет а вообще диалог то вы же понимаете о чем а переводе англиканской церкви в православие реально они работают над на работают над этим и несколько случаев перехода священников епископов были это сейчас у нас проблема потому что там звери женское священство ну там уже все они ушли вы слишком далеко чтобы с ними объединяться но тогда шансы были и вот это прекрасно понимает владыка тихон и отец александр хатовецкий и у них диалог нормальный диалог если мы говорим да вот рекомендации вот как раз синода по поводу переводов и по поводу того что нужно служить на английском языке хорошо можно служить на латинском языке если хотите в качестве устава устав святого бенедикта в конце концов устав святого бенедикта это какой нас там там 4 4 век да то есть это вот это общая церковь это никакой не католический никакой не раскол еще значит вот и и в результате вот этих вот контактов значит вот отчет отца александра воскресенье праздничные другие положенные дни совершились бы совершались божественные службы говорились по учению на евангельские чтения или на темы подсказаны нуждами ну и так далее вот посмотрите присоединение соблюдение положенных формальностей римкатоликов униатов активнейшим образом активнейшим образом никак и и на английском языке и тут стал вопрос что вообще-то надо распространяться ну какие-то надо издание делать и отец александр получает это не он начинал но он получает в наследство как бы помимо того что он настоятель кофе но не кафедральную до главного собора в нью-йорке кафедральный собор нью-йорка еще и типография значит такое за типография это единственная русская типография в подвале там в каком-то реально подвале там стоит один станок какой-то набор букв этих никто не знает как это правильно делать ну как бы вы будете вот вам и листок вот этот вот русские американский православный вестник вперед и он налаживает эту работу он становится редактором он становится не просто редактором он пишет сам статьи он пишет стихи он описывает путешествия какие-то и часть дневников своих которые он ведет я не знаю где они сейчас бесполезно спрашивать но слава богу он их публикует вот эти свои воспоминания какие-то в иногда вестники и отрывочки кусочки мы этих дневников можем прочитать вот посмотрите так выглядит очень примитивно да простая картинка простой шрифт но для них это тоже сложно там мужиков нашли которые составляли эти буквы значит пожалуйста вот вам все что необходимо здесь а и самое интересное будет вот в чем он начинает переводить на английский язык ну вот понимаете у нас сейчас очень много миссии за границей но церкви там до ради кого они там мы мы приходим там во францию в германию в италию для соотечественников вообще для соотечественников то хочу вот эти хуже что ли и вот появляется смотрите на русском языке и на английском языке он переводит он чтобы и американцы тоже были в курсе они приходили в православие они приходили сюда и это сложная вещь на самом деле такая вот посмотрите видите редактор протеерея александр тавицкий и печать цензор священник и анкачуров за парты вместе сидели в академии дает только этот чуть раньше стал священником но а этот старание стал протеереем но зато один редактор а другой его редактор но когда проверяет цензурирует значит и вот здесь я хочу рассказать вот еще о чем член североамериканского духовной миссии псаломщик там 95 потом настоятель до после рукоположения потом 12 приходов новых основывает он приезжает в города снова это приходы там а это выйдет очень интересно во время собора семнадцатого семнадцатого года в москве поместный собор ну вот соберутся также и он с трибуны будет рассказывать о своем опыте миссионерском то чего русское духовенство вот в россии не очень понимала он рассказывает о том что вот приезжаете а там не храма ничего соответственно вы приходите в дом на столе раскладываете служите литургию ну как-то литургии без храма да там они так служили ничего что никольский собор он же настоятелем никольского собора в нью-йорке круто ничего что это второй этаж дома просто а в манре в да в монреале это просто здание магазина второй этаж магазина просто ну понимаете это для тех кто жил в россии это не очень понятно они приходили вот у них храмов семнадцатого века восемнадцатого века здесь фресочки здесь все что надо здесь вот так и основывается храмов и это не значит он там основал и все он же ездит туда он приезжает служит причать исповедует редактор и дальше вот что про братство вот эти вот значки которые у него это значки братств это давно это до тихона и до отца александра когда они туда приехали там уже было русские братства вот этот и он выбирается председателем русского эмигрантского общества северо-американский в северной америке правление братской кассы председатель русского православного кафолического общества взаимопомощи потому что многие попадали в безвыходные ситуации приезжали один в один паспорта отнимали какие-то арабские работы какие-то дома терпимости все прочее люди попадали не зная ни законов никак выбраться оттуда и он основывает вот этот вот общество взаимопомощи чтобы помогать нашим эмигрантам которые туда приезжали в огромном количестве но при этом могли попасть в очень неприятной ситуации значит и вот эти значки у него как раз это значки обществ вот он красавец братства рождества богородицы в нью-йорке отец александр хатовицкий здесь как раз на фотографии представленного значит в чем заключалась суть братства эти братства реально социально ну как бы оказывали социальную поддержку и помощь но очень хитрая вещь вы становились членом братства и значит вы должны были внести определенную сумму вы можете ежемесячно переде перечислять а можете сразу там но не помню 25 долларов внести и вы такой пожизненный почетный член братства вы носите значок братства вы там участвуйте во всех мероприятиях братства запомним этот момент он нам очень даже пригодится почему братства их много спасают потому что вы поняли они оказались в ситуации когда в соединенных штатах православные неправославные государства вообще никакой поддержки вам не оказывает да ну живете там как хотите и вот эти братства помогают людям реально выжить посмотрите пожалуйста вот там вот где-то это нью-йорк вон он ну вот здесь нью-йорк а есть да а как им пользоваться то сейчас нажму чем-то не то на что жать то не знаю лена я пальцем покажу а вот это сан-франциско так вот вы так все американскую карту фотографируете она из интернета там все есть если что то значит смотрите но вы расстояние то видите а столица что у нас правильно сан-франциско потому что там основная миссия русская этот центр и туда архи там архиерей живет там все остальное а все остальное как бы вот патриарх тихон переносит кафедру из сан-франциско в нью-йорк потому что основные корабли все и вся жизнь там а теперь представляете вот это расстояние знаете сколько там вот сколько надо ехать а два месяца не ну что два месяца это там уже это уж санкт-петербург будет это есть там земля круглая значит нет вот вам пожалуйста жульверн вокруг света да и сан-франциско нью-йорк по 7 дней ну помните это живот ковбойцы индейцы лошадки все это вот это вокруг а вы по прериям там на пароходе на пароходе на этом самом на паровозе все вот 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 фильмов вспоминать вот это вот так вот значит соответственно расстояние между нью-йорком и канадой составляет пятьсот тридцать два километра это четырнадцать часов на поезде зачем мне это надо он канада потом вон монреаль над нью-йорком да потому что отец александр приезжает туда и служит первый раз там литургию православную на церковно-славянском языке потому что там была миссия там были наши соотечественники наш посол был все были православные но служил священник на арабском языке тоже православный но сложно но они очень хотели понять вообще о чем он ну вот и тут приезжает отец александр и вот он первый 14 часов человек едет 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 приезжает и вот тут же встречает он тут же вот 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 в гости а дальше в 7 утра он поднимается два часа исповеди потом там как он основал там по быстрому братство тоже какое-то чтобы за рассказал что там делать надо потом еще что-то еще вообще удивительно деятельный человек и обратно возвращается вообще ну живым там я не знаю как остаться на но потому что постоянной деятельности идет и так запомним да в канаде первой литургии на церковно-славянском отец александр хатовицкий а почему нам сан-франциско пригодится да потому что происходит следующее событие ну чуть позже тогда про события строительство кафедрального собора потому что патриарх тихон будущий архиепископ тихон переносит кафедру сан-франциско в нью-йорк нужен храм храм а у нас типа второй этаж магазина что-то не очень кафедрально вот это вот перед вами это то что построит отец александр хатовицкий а начнется все очень сложно начнется все очень тяжело нашли место вообще место крутое сейчас потому что это как этот центральный парк нью-йорка восточная его часть участки свободные но в девятнадцатом веке такая дыра такая лес и какие-то свободные пустыри там сейчас конечно это ого-го и вот там несколько участков три участка предлагают про ну хозяин говорит я продам не угловой участок развернуть никак нельзя все дома вот так линейку стоят да ну чё делать но хатовицкий год но это единственный вариант у нас пацаны по цене мы не пройдем нигде вот это вот а вот у дешево и круто но правда алтарь придется на север повернуть ну ничего будем на север служить но потому что по-другому но город так расположен что ну никак не деньги нужны патриарх будущий тихон пишет сенот сенот думает потом еще что-то потом тихон уезжает в сан-франциско как вы поняли не рядом а хозяин этих трех участков говорит ну как ребят вы платите или нет или я сейчас продам и хатовицкий вместе с товарищами которые такое общество по постройке нового собора они так подумали и хатовицкий подписывает документы о том что да они готовы и вносят какой-то там процентик часть суммы ну часть какую-то часть и потом он пишет письмо своему архиерею ну типа извините так получилось но вы же понимаете я понимаю что вы сейчас будете гневаться но а мы упустили такую землю а как же нам иначе это головная боль уже архиепископа тихона потому что надо в сенот писать а сенот это такое место куда все что-то пишут и они могут ответить через месяц-два но такая волокита обыкновенные чиновники там такие там же не церковные люди сидели вот они и вдруг представляете им приходит письмо типа а там огромная какая-то сумма ну типа выдайте там собор строим и вот смотрите насколько они не понимают даже вы понимаете что такое собор в нью-йорке это не по это миссия это помощь русским это как бы объединение людей вместе да это решение ряда вопросов отец александр там их защищает как-то они приходят обсуждают и он там и помогает в судах там еще что-то для них это просто церковь куда люди ходят молиться ну и зачем нам церковь где-то в америке вот у нас там не знаю в белгороде надо бы подлатать церкушку а то что это такой культурный и важный центр ну не очень и поэтому зачем нам нью-йорке церковь они думают а часики тикают и следующий срок уже приближается выплаты это хорошо сказки пушкина да там пошел веревкой в пруду где-то там помотал и без там тебе выдал всю сумму а тут ничего не сделаешь денег нет ну реально денег нет тихон просят там по моему они нашли какую-то сумму 40 тысяч там они что-то выплатили но реально не хватает и вот тогда тогда ты рождается вот эта история отец александр говорит ну хорошо я поеду тогда в россию матушку собирать деньги и он реально кафедральный протеерей доктор наук с кружкой едет в санкт-петербург и по городам россии собирать деньги на строительство кафедрального собора потому что срок приближается выплаты а денег нет и никто не дает и синод думает и в некоторых письмах он отвечает как-то уклончиво и вот посмотрите да он ну как бы ему разрешили по пособирать денег но денег не дали и когда тихон дает ему 500 рублей на всю эту дорогу и пишет в синод говорить но вы там помогите потому что человек то вообще-то еще будет по всех городам ездить синод очень мягко ему объясняет что пускай возьмет деньги из тех которые собирает что он же деньги собирает какие мы еще дополнительно и вот ну это чуть позже отец александр приехал интеллигент с коробочкой для пожертвовать как я там сейчас значит вот он с этой с кружечкой с тетрадочкой чтобы люди писали что-то там какие-то ну не пожелания вот чтобы отмечать кто там пожертвовал это он сидит на полустанке каком-то в питере и думает ехать к отцу александру простите к отцу и иоанну кронштадтскому до или не ехать и как вот он сейчас приедет а его там нет или он не застанет отец и он все время коты приезжал беседовал вот он приедет отец александр вспоминает он приезжал в семинарию и все там эти отец а он приехал отец а он приехал встречали в этом лошадей там все в носили там буквально руках он там совсем там что-то поговорю поговорю и задним ходом там где-то там черным ходом выходил чтобы потому что там уже толпа стояла ждала и чтобы там на сцене уезжал и вот память это очень популярный был человек конечно и он думает ну было бы здорово что такой святой как-то благословил что ли и он сидит на этом на этой станции и по моему вот поезд я не помню куда там шел подходит поезд и люди закричали отец иоанн сейчас перед эти центре это отец александр понимаешь сейчас приедет тот самый о ком он думает как бы как как бы к нему попасть он сейчас поедет куда-то протеерей хатавицкий настоятель убогой русской церкви нью-йорке и редактор русско-американского вестника очень достойный священник присланы в россию за сбором на построение церкви нью-йорке нужда поистине вопиющие ну конечно они же денег не дали нужда вопиющие едет в москву и большие города в надежде встретить сочувствие людей богатых деньгами и усердии везет собой прилагаемое при всем воззвание знаете кому написал это императору конечно а вот вам ответ не николая второго я жертву от себя пять тысяч рублей на это важное христианское дело это приписка на полях 5000 лет 5 миллионов до переводим так ну как бы начинается но подождите стоп уже по ним со помним 40 тысяч там до 1 потом еще следующий транш а вообще-то еще храм надо строить ладно за землю то вы заплатите вы вам еще там надо строить что-то поэтому но николай да действительно дает 5000 рублей это важно дальше о хатовицкий ну как вот за вот вот николай посту пожертвовал и конечно это привлекает богатых людей которые дают ему денег и слушайте он реально стоит в прих на приходских храмах после литургии там с этой кружкой говорит пожертвуйте там на в нью-йорк храм там все представить ну просто вот уровень и дальше дальше они собрали 93000 но 93 миллиона да так скажем все равно мало и и фрески нужны еще что-то в крыму полторы почти тысяч пожертвовала отец владыка никола озеров которые из америки был переведен в епископ архиепископ крымского и он дает даже литургические приборы ну вот такой собор получился от обратите внимание видите там еще не достроена вот этот участок недокуплен да и у нас есть это крайняя стеночка сейчас ее уже нет потому что там дальше дома стоят ну вот приблизительно так это все тогда выглядело доска то что собор действительно построен хатавицким значит деньги собраны со всей россии ну окей синод там что-то пожертвовал тоже вот и это действительно будет очень важное мероприятие а здесь вы видите кстати марию владимировну он он там стоит это крупная женщина поэтому не не увидеть ее невозможно она в первом ряду там стоит отец александр значит и члены братства там как вот я уже не помню но тут важно вот что какая миссия у марии владимировны да все кто приезжал из высоких гостей кто приезжал в собор она всех кормила как хочешь как она пишет главное чтобы не в пост не умею готовить хорошо в постную пищу как бы да там а там же вы понимаете кто вообще-то премьер-министр приехал в гости в конце концов что-то знаете на каком уровне надо кормить то а тут она одна и она все готовит делает вот как бы вот уют такой обеспечивает наступает в третьем году собор посту построили осветили там все это начали думали росписях и тут русско-японская война американцы занимают сторону японцев все настроены против россии хотя японцы напали но как бы японцев жалко и значит отец александр помогает русским японским ну русским в военнопленных которые здесь и вот в пятом году происходит портсмутский мирный договор приезжает витте витте между прочим глава правительства очень нехорошо отнесся к строительству собора в нью-йорке ну зачем и как-то ну как-то не очень вся эта история ему и тут он сам приезжает с чего начинается с молебна в русском соборе в нью-йорке конечно и должен служить естественно архиерей архиерей у нас по делам уехала в сан-франциско ну потому что там было какие-то там освещение собора еще что-то церкви и тихо не может он уже выехал и тут приходит известие о том что вот сейчас вот приедут но писали 7 не туда потом там куда-то еще потом обратно ну и всю миссию на себе вывез отец александр хатовицкий то есть он фактически представляет русскую церковь там в лице вот протеерей настоятель кафедральный собор ну и он все рассказал и показал он записку ему пишет они беседы слушайте они чай пьют вообще-то дома у хатовицкого и мы знаем даже кто подает этот чай и мы даже знаем кто там я не знаю варенье готовил значит и в результате барон розан рядом и русская делегация значит вот председатель комитета министров гелью юльч витте и вы помните что после портсмутских переговоров витте получает титул графа все что россия потеряла после этих переговоров ну на всякий случай то мы проиграли по полной половину сахалина поэтому прозвище у него граф полусахалинский это в левой критической прессе а вообще-то гениально провел переговоры вообще-то японская делегация там серия самоубийств прошла после подписания договора мирного ну потому что японцы выиграли войну и потеряли все а мы проиграли войну и по потеряли пол сахалина это смешно ну хорошо ладно еще территории в китае но это территории вообще-то китая да мы их арендовали но ладно мы потеряли там какой-то порт дальний и порт артур это вообще не китай да там ну это ближе туда смысле это китай но это ближе туда корей и что манчжурию потеряли но она и нашей не было вообще-то в общем гениально провели переговоры конечно все нервничали и вот в день когда подписание договора и вот ну японцы подпишут не подпишут еще что-то в этот день в англиканской церкви в портсмуте другой церкви нет молебен служит архиепископ англиканской церкви а вслед за ним выходит русское духовенство во голове с отцом александром хатовицким это не совместное богослужение да что четко и поют молебен сами поют сами читают соответственно благодарственной молебен богу ну вот такое вот у них было а потом на общем банкете встречаются с англиканами ну и так далее то есть англика не предоста англиканская церковь предоставила нам место для богослужения у них это такое соседская взаимопомощь такая что ли христи ну да и те и другие христиане но только у хатовицкого была идея все таких перевести в православие вот он видите the russian church today смотрите как туда и пишется через дефис значит отец там этот александр хатовицкий вот судя по всему вот то в чем он стоит она очень какое-то китайское такое вот он так описывает то что подарил ему отец иоанн кронштадтский возможно это вот этот вот в ряса подрясник что там у него было не знаю это но это из-за американская газета того периода в четырнадцатом году сенот принимает решение что хватит хатовицкому служить в америке патриарха тихона уже оттуда убрали будущего да он уже уезжает в россию и отца александра отправляют великое княжество финляндское ну ну такая вот была такое было решение и архиереем финляндии служит человек с которым он в дальнейшем еще раз несколько раз столкнется это архиепископ здесь будущий митрополит и потом патриарх сергий строгородский так вот он выглядел в тот период еще удивительный тоже человек вот здесь надо сказать что отец александр и владыка сергий и патриарх тихон они думали о переводе богослужения на ближе к современному русскому языку так я скажу чтобы он а богослужение было понятным людям и есть целые статьи исследования по этой работе которую они проводили можете сказать что это обновленчество там еще что-нибудь но люди занимаясь миссии миссионерством они прекрасно понимали слушайте если наши не понимают что поют в церкви то уж ну как то надо что же говорить о тех которые приходят туда до совершенно не из православной не из русской среды с 12 по 14 в смысле простите 14 по 17 год отец александр служит как настоятель вот этого вот успенского собора в гельсинфорсе это хильсинки и также троицкого храма гельсинфорсе воскресная школа тут же начинается издательская деятельность гельсинфорский приходской листок тоже такой толстенький журнал такая брошюра журнальчик духовное окормление раненых солдат в госпиталях значит и вот опять-таки общество сближение с англиканской церкви в четырнадцатом году когда он приехал туда и когда пароход подошел они вышли и вот его представляют новым настоятелем и и в этот же день объявляется война с россии с германией он начинает свой новый свой новую служению на новом приходе в день когда начинается война посмотрите это хор одно местный приходской хор хельсинки и отец александр хатовицкий ну так скажем им больше повезет потому что после семнадцатого года большая часть из них конечно выживет и поэтому его вещи там останутся так далее финляндия отсоединится после семнадцатого года от россии ну вот здесь вот да про то как встречали раненых то как он организовывал там помощь им окормления ранен во время первой мировой войны то есть там в америке он с ранеными русскими и пленными с в японской войне а здесь он германской войны и пока он находится в финляндии происходит революция семнадцатого года февральская революция и начинается поместный собор православной российской церкви первый единственный свободный абсолютно собор русской церкви которые больше никто не контролирует фактически не давит не как бы ничего не требует потому что императорская власть все упала и и в некоторых случаях я так понимаю что отец александр поддерживает эту штуку потому что он где-то пишет в каком-то посла по поздравлении с пасхой свободному русскому народу значит соответственно он приезжает на поместный собор я очень кратко про поместный собор скажу главное его решение для меня для нас с вами это наверное избрание патриарха да вот отец александр как раз будет один из активнейших людей которые выступают за избрание патриарха предлагает нас рассказывает как это лучше сделать выступает несколько раз и в конце концов и мы туда и ну как бы это эта сторона вообще не мне все были сторонниками избрания патриаршества все-таки побеждает и вот поместный собор эти фотографии все вы знаете они везде опубликованы и вот в архиве секретаря этого собора я вот летом думаю посмотрю-ка еще раз повнимательнее да вот внимательно посмотрите на это все вы же видите там уже тихон патриарх сидит там архиархиерея так далее но не может быть чтобы отец александр ведь непростую роль там играл он ведь знаете кем является он в это время является ключерем храма христа спасителя и вот тут же тихон митрополит московский уже в это время назначает ключерем храма то есть не настоятель на второй человек в храме христа спасителя этом член собора ключерем храма христа спасителя но где-то же он здесь есть тадам отец александр хатовицкий причем есть несколько этих фотографий в архиве то есть одна фотография где он ну повернут туда как положено потому что фотографируют понятно не 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 членов собора вот видите все спокойно сидят и только один человек на 2 фотография уже понимать там же долго там все это вспышка там там застыли все и только один человек поворачивается в другую сторону потому что вот ему то не сиделось так спокойно в этом в этот момент есть другая фотография уже оттуда на членов собора ну что найдете с александра и так смотрите это вот от меня это право значит там это будет левая часть да с раз два третье место тадам и конечно он не мог там не как бы остаться в тени за спинами там товарищей то есть но это мое такое открытие этого лета то есть мы все таки на этих фотографиях находим отца александра хатовицкого вообще чудом что потому что там много сессии так далее не всех фотографировали во время работы собора есть художник мы не знаем до конца там приписывается одному потом под вопросом неважно членов собора зарисовывали мне очень нравится знаете как в суде там нельзя фотографировать мы с ними зарисовываем их зарисовывать всех там священников и сохранилось это более 200 таких рисунков удивительно но после того как тебя зарисовали тебе подносили и ты должен был ну как бы если хотел подписать смотрите богданович предположительно фактов нет что это он рисовал поэтому в науке там неизвестно но неважно и вот правда я не очень понимаю чем тут написал какой-то месяц 7 это точно месяц не ясно но семнадцатый год сто процентов и да и как отец михаил сказал как этот похож на свердлова но он просто работает здесь наклонился пишет что-то ну слушайте смотрите сколько уже материалов до видовых таких значит вы видите он здесь участвует в комиссии по высшему церковному управлению избрание патриарха он возглавляет молебен перед владимирской иконы когда ну и произдательство конечно это он так выглядел храм христа спасителя тогда обратите внимание что здесь вот эти вот высокие такие парапеты спуске к москве реки вот это нам чуть-чуть может пригодиться потому что вообще-то собор то собирается в августе 17 до там лета 17 а в октябре мы все знаем чем закончится вся эта история в октябре вообще-то произойдет произойдет вторая революция октябрьская и в газетах тридцатых годов и в книгах тридцатых годов перед тем как взорвать собор в тридцать первом году будет активно разворачиваться такая идея а вообще-то во время революции храм превратился в бастилию такой ну явно прям сравнивают на колокольне храма были установлены пулеметы которые строчили там по рабочим работать не не знаю там ни одного там погибшего не было но пулеметы там были и вдруг мы находим удивительное воспоминание перцова чей дом здесь находится который говорит да действительно вот с этой стороны там где фабрика красный октябрь да там стояли пулеметы большевиков правда и стреляли в ту сторону а там были юнкера храм как отец александр говорит на соборе надо на соборе был закрыт всю неделю не работал никто мне никого не было не могли не богослужение совершать потому что там все простреливалось а вот здесь вот стоял пулемет юнкеров не на соборе а вот здесь вот и перцов вспоминает когда убили юнкера как они пытались забрать его тело как они там еще что-то то есть там реальные бои жуткие шли вокруг храма христа спасителя но храм не участвовал не там погиб сторож правда значит ну вот в семнадцатом году они переживают это событие а вот дом перцова на углу ну вы знаете красный это северный модерн такой да и настоятель настоятель храма сейчас это патриарх московский а тогда это протерея иоанн арсеньев удивительный тоже интересный человек доктор церковной истории дворянин из дворянской семьи долгоруких но вот у него у него брат еще никого есть они священники храма христа спасителя то есть это настоятель отец александр это ключарь ключарь отвечает за богослужение службу сосуды богослужебные чтобы все было как положено восемнадцатом году церковь отделяет от государства а это значит это не просто отделение от государства слушайте это ну как бы да мы не преподаем больше закон божий там в школе но окей но не преподаем слушайте это ограбление церкви то есть забираются все счета все деньги в банках которые хранятся все буквально в церкви ничего не осталось а дальше вопрос как содержать то это все и вот удивительно летом в июне собирается собор по местной в москве ну московской такой собрание какие же они наивные но правда думают очень круто но они не просто не понимают чем закончится вся эта история знаете какой главный вопрос на этом собрании как поддержать духовные училища семинарии которых есть несколько в москве школы духовные как теперь выплачивать учителям закона божьего вот о чем они слушайте там страна вообще-то рушится но для них это важно духовное образование сохранить духовное образование решили очень просто в центре москвы полно монастырей которые в общем не очень монастыри ну например на ильинке монастырь там еще в столешнику империулки церкви у которых там из монахов два человека но при этом огромные корпуса сдаются в аренду там все эти торговые дела соответственно это миллионеры такие монастыри которых там огромное количество денег до семнадцатого года они как там существовали все замечательно в семнадцатом году с них попросили деньги на содержание вот этих вот духовных училищ школ семинарий они им казалось что они вышли из положения но они наивные вы же знаете чем закончится дальше у большевиков были у большевиков нет желания продолжать оставаться оставлять эту церковь и ее надо добивать а не то что деньги забрали и попробуйте выжить и вот отец александр вот здесь то при пригодился вот этот опыт опыт братств он создает это листовочка он создает братство храма христа спасителя посмотрите по пятьдесят рублей да значит там действие членов нам надо записываться это все распространяется в москве во время допроса тридцать седьмого года его об этом спросит он скажет что всего получилось 2000 человек а дальше я нахожу документы этим летом зарплата храма христа спасителя за лето семнадцатого года слушайте да они получили больше чем они получали до этого всем еще сверх еще по 100 рублей дали всем звонарям там сторожам вот при больше чем похуже они собирают ну как бы выплачивалось до того как это все произошло то смотрите опыт братства сработал братство реально содержало храм до 22 года в двадцать втором году начнется начнутся большие неприятности в это же время отец александр будет несколько раз арестован он арестовывается и соответственно у нас есть то за что он в девятнадцатом году арестовался слушайте он за что человек арестуется до 22 года да неважно за что потому что нет уголовного кодекса ну советской россии нет уголовного кодекса но не написали тогда за что его арестовать да за все что хочешь если это контрреволюционная деятельность что как контрреволюционная деятельность любая деятельность которую так или иначе против там критики критикуют советскую власть ну все ты уже виноват понимаете вас привлечь можно за все что угодно вы в очереди могли что-то сказать или еще что-то не знаю и мы находим что в девятнадцатом году арестовали выпустили но не доказали не знаю в двадцать втором в двадцать первом простите двадцать первом году его арестовывают и мария владимировна значит пишет в красный крест куда обращаться то кто должен защищать непонятно никаких судебных органов нет адвокаты прокуроры все ничего не существует есть как и в чек а чрезвычайной комиссии который просто как контрреволюционер все расстрелять за что как что единственный орган который пытается как-то помочь заключенную красный крест мария владимировна обращайтесь туда сразу бежит декабря восьмого дня священника храма христа спасителя хатавицкий александр александрович будучи вызван на допрос в мчк значит следователь комната 37 был арестован и в настоящее время находится в тюрьме отдела мчк большой кисельный переулок дом 8 я такой наивный на самокате там поехал в кисельный переулок такой значит там стоит сейчас охранники там всякие скажите пожалуйста вот здесь вот где-то вот большой кисельный дом 8 на это что такое это концлагерь в центре москвы был создан для заключенных таких скажите пожалуйста где здесь вот концлагерь был 322 году ну вы представите большой кисельный что это такое да это очень большая лубянка кисельный все 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 районы вообще все все эти дома они спецорганы там и охранники которые там же с автоматами что большой кисельный переулок это вообще-то здание знаете чего рождественского монастыря который был превращен в концлагерь в центре москвы сестер согнали в один из корпусов все остальное занимал вот эту политическая тюрьма где и содержался отец александр в это время вот эта фотография она мне нужна знаете почему потому что мария владимировна пишет значит вообще где он живет значит ему 50 лет русский женат жена 45 лет теща инвалид 78 лет сестра 55 лет ее дети дочь 29 и сын 12 и 13 и 2 сына 13 и 12 лет а где не живут напротив храма христа спасителя у них квартиры и вот ну вот какая-то такая семейная штука а дальше просят написать за что за что могли арестовать хатовицкий один из четырех священников храма спасителя настоятель 5 хатовицкий сего декабря вызывали в мчк на допрос на котором его допрашивали по поводу проведения закона божия при храме христа спасителя хатовицкий обучал детей прихожан в количестве до 40 человек бесплатно и дети являлись на занятия раза два в неделю урок продолжал сейчас было ли разрешение на проведение неизвестно но уроки продолжались полтора два года дети были в возрасте от 7 до 14 прошу ускорить следствие по делу хатовицкого и его освободить почему и тут странной записочка прилагается справка медицинская мария владимировна быстро сбегала еще и к врачу хатовицкого и принесла справку удостоверение дано в том что пользуемый мной александр александр хатовицкий страдает поражением сердечной мышцы и по состоянию своего здоровья без большого для него вреда не может подвергаться резким физическим и психическим напряжением 11 декабря 21 года доктор а вот здесь интересная штука частный доктор в виноградов знаете кто такой в виноградов в виноградов это главный врач хирур по как это сердечным проблемам всяким да то кардиолог будущий там светила науки главный рач кремлевской больницы личный врач товарища сталина в 20-е годы который будет арестован дальнейшем по делу врачей ну просто в виноградов и чтобы хатовицкий к первому в виноградову пошел я чё-то сомневаюсь мне кажется это тот самый во виноградов и хатовицкого отпускают ну потому что непонятно почему может не доказали еще что-то не знаю но в этот раз все прокатило а вот в двадцать втором году начинается неприятности потому что начинается изъятие церковных ценностей голод в россии и под это дело решили добить церковь до ограбить ее да уже мы знаем что все забрали все что можно а теперь можно как бы воспользоваться ну для голодающих чё бы не собрать и здесь я не буду углубляться здесь очень много интересных подробностей но тем не менее как короче вывод следующий патриарх тихон говорит нет сдавать ценности нельзя в том плане что если они не несут но какой-то богослужебной важной ценности имеется ввиду что например чаша да где кровь христа находится потом а ну иконы пожалуйста там золотые какие-то оклады но патриарх тихон так там сложно все и хатавицкий для того чтобы назначена комиссия по изъятию ценности в храме христа спасителя хатавицкий собирает несколько человек прежде чем провести собрание ну человек умный он же знает как это все проводить в америке они же делали это и они должны решить вот несколько профессоров там громогласов отец илья из соседней церкви приходит он доктор канонического права там еще они решают вот сейчас мы соберем собрание и мы что скажем можно сдавать или нельзя оставать и они сидят на квартире хатавицкого и решают и при обсуждении не приходит к выводу что можно сдавать давайте если надо для спасения но только с условием что это действительно пойдет на спасение людей они просто так в государство куда-то и забегая вперед скажу что государство собрал потратила на эту возьми по сбору ценности больше чем собрало в результате но это 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 профанация такая была в смысле просто просто надо было у церкви забрать все и в результате они решают провести собрание поставить в известие известность настоятеля отец и он не приходит на эти собрания на всякий случай значит а потом все и вот начиная и в ночь перед сам следующим днем когда про будет право проходить собрание верующих храма христа спасителя а там чуть все четко уже фиксировалась надо чтобы прихожане были там все кто кто именно к приходу это ему относятся большевики чтобы четко могли посчитать кто куда и чем занимается и отца александра арестовывают а когда нужно проводить собрание отец и она арсеньев не очень понимает что надо делать и как описывают это собрание среди прихожан были какие-то странные прихожане которых никто никогда не видел и которые начали тут же кричать что дало и даже сколько можно это советская власть там все то есть они пытались раскачать ситуацию но смогли как-то убедить прихожан все-таки при том что отец александр арестован перед вами уникальные фотографии никто никогда не видел я первый раз вам показываю это из его личного дела двадцать второго года единственная фото ну так хорошо не единстве там две фотографии на 12 томов сохранилось две фотографии и вот это одна отца александра хатавицкого так вот он выглядел в двадцать втором году это фэйсбэшный архив и вот летом мне разрешили с фотографировать значит он сидит его забрали накануне уже в питере прошло прошел такой процесс по изъятию ценности и пятерых расстреляли в таком случае что делать и вот все нервничают переживают и мария владимировна удается передать письмо тайным образом через организацию ара это взаимо это организация помощи голодающим американская такому американскую миллиардеру чарльзу крейну я увидел эту ссылочку в в одно в одних из мемуаров думаю ну ничего себе и вдруг мне в том году его находят в архиве икраина и мне переслали это письмо ну на английском языке конечно уникальная штука вообще тут конечно вопрос вот надо мне вам и читать или нет потому что ну потому что это не это не образ святого который стоит такой вот и вот мы год я готов умереть за все это образ человека и а письмо писала мари владимировна человек который в крайне в как в крайнем положении находится и не знает что делать и нужно спасать мужа и нужно спасать как-то как все против этот публичный процесс они уже почти полгода находится в тюрьме в бутырке чем это закончится этих расстреляют и расстреляли здесь все против в прессе пишут что значит попытам саботируют и так далее ну я сошлюсь на слова ключеря собора отца михаила рязанцева который сейчас находится дам ключерем он сказал ну а вы поставьте себя на место этой женщины и чё бы вы там делали интересно вот как и она пишет крэйну ну перевод мой поэтому извините уважаемый мистер крэйн я из не сначала читаю в память о наших старых хороших временах и работы моего дорогого мужа я молю вас помочь нам и взять нас под свою защиту в качестве нашего лучшего американского друга и забрать нас обратно вашу прекрасную страну америку в качестве американских подданных мы провели 20 лет в америке если это возможно если не сейчас то позже наша жизнь здесь закончилась революция уже в русской церкви вы помните обновленческая церковь начинается мы обезглавлены патриарх тихон в это время уже под арестом и готовится такой мощный процесс по его уничтожению процесс не состоится после 22 года этого мы не могли написать вам раньше потому что это для нас очень опасно нас подозревают в наличии связи с зарубежными странами поэтому это мое первое к вам письмо ваши подарки были единственным источником жизни здесь гражданская война вообще-то да на не забывайте нас ну и так далее я не знаю помогло это письмо не помогло это письмо я не пока я не ну как вы понимаете его не могу найти реальный ответ какой-то был ли какой-то открыт край написал ли куда-то это но во время процесса над ними здорово поиздевались конечно приговор как бы до закончился день 6 часов вечера суд удаляется на совещание прошло почти 6 часов суд еще совещается 6 часов почти представьте напряжение какой в зале там непонятно там вообще-то расстреляли такие за то же самое и суд приходит и начинается оглашение приговора медленно так вот он произносит есть воспоминания просто об этом что протеерей александр хатовицкий за то 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 и вот в зале сидит матушка мария владимировна сестры и сестричество храма и не ждут вот этого момента чё будет то дальше то ему дают 10 лет лишения свободы мария владимировна падает буквально там на на стул потому что ей плохо становится но хоть так десять лет это не расстрел они последний раз видится он ее перекрестил со своего места и их увозят в бутырку а через несколько месяцев связи с юбилеем революции 17 года амнистия и всех отпускают вот такой вот цирк просто добивая людей и вот в результате чего не так уж все хорошо заканчивается изъятие то церковных ценностей то происходит и храм фактически ограбили просто разграбили до мелочей срывая какие-то мелкие какие-то серебряные какие-то украшения цена на на хоругвиях как пишет перцов говорит я спускался вечером и видел как весь храм усеян вот этим разуру изуроданными разорванными хоругвиями потому что с них пытались хоть что-то вытащить зачем чего это дало это уникальные кадры то вот изъятие церковных ценностей из храма христа спасителя это наша резница на втором этаже перцов вот пишу судя по всему стоит к нам спиной вот седой человек а вот этот вот дедушка такой дедок такой 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 обращающийся таким интеллектуальным солдатам это из музейного архива отделение кремля который пытается хоть что-то спасти что и ценность представляет тоже все на словно лом идет это единственная фотография одного из священников храма христа спасителя ну что а в это время пока отец александр сидит в бутырке пока там этот процесс прекращается действие братства и храм христа спасителя захватывается живой церкви обновленцев есть все документы сохранились декабрьское заседание первое назначение там теперь а общины первым пунктом вторым пунктом там все все сохранилось и с 22 года фактически храм христа спасителя в руках обновленцев там все все духовенство оттуда выгонять здесь же проходит двадцать третьем году собор обновленческий который и монашество с патриарха тихона который находится в заключении ну в таком домашнем аресте в донском монастыре вот товарищи обновленцы а дальше интересный документ тридцатых годов я не помню сейчас точно год тридцатых до конца двадцатых веденский пишет в государственные органы дайте денег снести налоги не на что содержать собор мы уже билеты продаем за вход в храм христа спасителя не помогает денег мало они утром совершали богослужение а потом весь день продавали билеты за вход в храм то что хоть как-то обеспечить чего-то и ничего не помогает а теперь вспомним братство храма христа спасителя отца александра хатавицкого до которые содержали и духовенство и собор и все прочее вот вам отношение к обновленческой церкви отца александра отпускают и он назначается настоятелем кремлевского успенского собора они просто к фотографии здесь это поместил ну какой настоятель успенского сар вы о чем вообще вы же понимаете кто живет в кремле теперь у кого там кабинет у кого там квартиры но и реально же до тридцать седьмого года до тридцать шестого года кремль это такая коммуналка большевистская демьян бедный там живет там все живут пеленки сушатся в этих царских дворцах там везде какой успенский собор номинально то есть отец александр остается без места служения на самом деле он потом вспоминает что он его спрашивают где вы служили он говорит я ходил по разным приходам где мне разрешали я служил тоже важный момент понимаете он не оставляет свое священство сколько тогда дико нам предлагали хороший бас идите большой театр пойти но борис михайлов-то пошел петь отец константин розов не пошел до и до конца служил как простудья кон ездил там по сельским приходам вот тоже это вот это тоже подвиг вот в чем подвиг новомучеников то что они до конца остаются преданными себе и в христу и христовой церкви и вот смотрите все-таки докопались до отца александра и 24 году его высылают в ссылку ссылку в туру ханский край это восточная сибирь современный красноярский край это должна быть где-то река ангара а кто же у нас был в туру ханском крае а вот это да это интересно это как бы намек на окончание нашего все а кто же у нас был в туру ханском крае автор у ханском крае сидел еще один человек можно сделать чтобы значит это тот знаменитый сиделец с 13 по 16 и вот в эту же область фактически на другой город правда отправляется отец александр ангара зимой минус 50 значит как вы понимаете человек который вообще-то вообще-то интеллигент до мозга костей отец александр пишет уникальные ну какие-то очень такие хорошие стихи он он из печатает свои стихи он вот у него дар такой да вот он стихи пишет и некоторые из них сохранились в приходе резоположения где он будет в дальнейшем настоятелем все ближе ближе ангарой вот берег вот уже горою поднялись вот еще мгновение и почта въехала в селение привет бубенчики звенят приветом душу веселят вокруг все радостно играла они ждали эти письма они решили там в этой в этих условиях жутких и конечно вам писем писем целый ворох возьмите каждый миг вам дорого взволнован радостью такой спешу дрожащую рукой расписок подписать десяток как этот миг нам с сыльным сладок посылок нам не сам нести не мог пытался да и не тут то было поднять их даже не под сил ангарец в этом не помог ну дело в шляпе слава богу скорее в обратную дорогу и захватил своих гостей лечу к маманечке своей о чем это говорит о том что в ссылку то он поехал вместе с женой хотя йота на это не подписывали но слушайте такая жена декабриста она едет с него на в сильные в ссылку в ангару и вот он ее еще называет здесь благодарю свою марусью понимаете и к ним приезжают реально его прихожане есть воспоминания какие-то тогда 18-летний 19 лет на ангару туда где вообще куда там ехать 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 потом еще плыть на корабле несколько суток и вот вам пожалуйста не знаю что и они туда приезжают они присылают ему видите посылки они присылают ему письма и насколько это силен а сильный авторитет отца александра в это время в москве как вы помните в двадцать пятом году умирает патриарх тихон но не сам он умирает но от него избавляются да потому что судить его нельзя слишком авторитетный человек и авторитет советского союза перед другими странами сразу падает его хоронят донском монастыре вот здесь вот в этом соборе там стена а за стеной новое кладбище донского монастыря она открыта в 903 году она нам сейчас пригодится после ссылки двадцать восьмом году отца александра отпускают в москву и он становится настоятелем вот этой прекрасной риза положенской церкви донскую на донской улице зайдите туда посмотреть там все сохранилось это 1714 год слушайте там вот реально петровская барокко и вот в этих вот в этом всем служил отец александр так это выглядело тогда эта улица выставочный переулок почему мы говорим про выставочный переулок потому что у него адрес выставочный переулок дом 10 квартира 4 живет отец александр я все время думал что это вот-вот-вот где-то вот так вот имеет так было тоскливо потому что нет ничего не сохранилось не от его дома не от него ну вот сейчас это вот так ну шикарно правда вот только забор остался но сравните я все время представлял что он жил вот таком доме а в тридцать седьмом году вы выданы ордера на арест действительно выставочный переулок дом 10 а допрос проходит где вы живете там донская улица дом 39 ничего себе его арестовывают на донской улице 39 и подписи там стоят иду он чё переехал что ли он как это ну как бы жил здесь вот а потом куда-то в другое место еще на карте это место я нахожу этот дом на самом деле сейчас вам его покажу пока отец александр служит сталин пишет доклад выступает на это февральско-мартовский пленум цк и произносит доклад о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников тридцать седьмой год это важно смотрите товарищи из докладов и прений по ним заслушанных на пленуме видно что мы имеем здесь дело со следующими тремя основными фактами и так во первых вредительской и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств в числе которых довольно активную роль играли троцкисты понятно во вторых во вторых агенты иностранных государств том числе троцкисты тогда в-третьих но вредители диверсанты шпионы убийцы судебный процесс зиновьевской троцкистского блока расширил уроки предыдущих процессов показал воочию что зиновьевцы троцкисты объединяются вокруг его объединяет вокруг себя все враждебные буржуазные элементы что они превратились в шпионскую диверсионно-террористическую агентуру германской полицейской охранки вам инструкция дана как и кого искать потому что начинается большой террор начинается большой террор чистка в партии ну понятно что зиновьевцев бухаринцев там всех рык рыкова арестовывают в конце концов высылают троцкого но неважно чистка в армии за что тухачевского арестуют военно-фашистский заговор германская полицейская охранка все понятно чистка в цкк в кпб чистка среди кулаков цико почистил сталин понимаете там фактически один сталин остается там всех расстрелял фактически колонтай там осталось это потом на коляске там передвигалась еле-еле они хотели и расстрелять но станет сказал ладно ставьте значит и антисоветские элементы кто такие антисоветские элементы эти все бывшие потому что тридцать седьмой год это . это финальная . все это классовая борьба мы защищаем все классы не то что ты как бы за революцию против революции еще что классы просто уничтожается кто бывшие вот эти элементы дворянство духовенство купечество все все кулаки прежде всего ну и остальные тоже вопрос а если кулаки уже отсидели а кто вам говорит что или сидят сейчас в данном случае в лагерях какой вопрос то вообще странный выдаются нормативы по расстрелу вот их и все пересматриваются дела как пересматриваются вы уже виновны и в тридцать седьмом году ставится жирная точка во всех предыдущих вот этих вот посадках там выяснений там каких-то контрреволюциях и так далее дальше ликвидация классов и выстраивание железного занавеса вокруг но тут очень такое постановление политбюро цк 15 июня 37 года возможно поэтому я не могу найти ничего про марию владимировну о членах семей изменников родины но у них же жены есть утрацкистов бухаринцев принять предложение нарком вуд дела о заключении в лагерь на 5 8 лет прям четко дается 5 8 лет всех жен осужденных изменников родины членов право троцкистской шпионской диверсионной организации и так далее все и детей детей в детские дома до 15 летнего возраста сталин четко это его рукой он потом подписывать по скребышев тому составляет это письмо он пишет конкретно что надо напечатать и так фото не могу показать нельзя фотографировать в архиве главное управление государственной безопасности июнь семнадцатого дня тридцать седьмого года это важно месяц идет расследование выдан младший лейтенант значит госбезопасности дикому на произведение ареста и обыска хатовицкого александра александровича выставочный переулок видите адрес а а вот он донская 39 вот выставочный 10 не нет его а этот сохранился и вот судя по всему это и есть тот самый дом он на перекрестке стоит он и по выставочному стоит и по донской стоит вот здесь светофор перекресток здесь церковь донская то есть вот в этом самом доме отсюда его и забирают сейчас это другая номера отца дома просто мне есть желание конечно потом поставить вот это вот последний адрес не знаю там сейчас это бизнес бизнесмены но в этом доме который принадлежил фармацевту построены был в семнадцатом году в тридцать седьмом отец александра в квартире номер четыре живет и здесь его арестовывают а он выходит и мы знаем как он одет а потому что есть ну описание что он сдает при аресте в бутырке черный халат ну понятно да подрясник никаких крестов он несколько раз уже арестовался это другие идут с крестами потом эти кресты сдаются там подписываются там деньги сдаются все понятно он понимает что не надо ничего туда нести всем все изъято будет брюки на подтяжках подтяжки изымут шляпа летнее одеяло подушка и такой чемоданчик все очки вот он идет он понимает куда что но не понимает что это последний арест его и и вот это вот антисоветская террористическая фашистка контрреволюционной организации церковников ну согласитесь все как товарищ сталин и прописал да мы ищем вот их вот они и что же там находится а находится дело в том что идет дело судя по всему под строгородского потому что арестовывается первым делом его управ делами александр васильевич лебедев священник который служил вот здесь вот московском боговиленском с дорогомиловском соборе это теперь кафедральный собор после захвата храма христа спасителя ну и так далее в 31 спасителя вообще взрывает он не причислен к лику святых потому что судя по всему он был агентом нквд и он сдает всех он сдает всех управ делами а так как он в доме с владыкой он все разговоры все что там происходило все прекрасно фиксирует и знает и вот у нас есть допрос хатовицкого и пару слов и мы закончим на этом вопрос когда вы создали контрреволюционную организацию под названием братство хатовицкий братство было организовано мной в семнадцатом году причем в братскую принадлежность братство принадлежало до двух тысяч человек плативших членские взносы двадцать втором братство распалась когда я было отбывал наказание в тюрьме тогда же то есть во время моего пребывания в тюрьме произошло собрание братства по поводу по вопросу о сдаче государства церковных ценностей на этом собрании отдельный член братства допустили антисоветское выступление за что были арестованы 11 человек меня судили как председателя организации организатора братства причем меня осудили на 10 лет лишения свободы подчеркнуто это для вынесения приговоров дальнейшем но в двадцать третьем году я был освобожден по амнистии считаю необходимым оговориться что в то время я не считал братство организации контрреволюционной очень важно он честный человек он когда в двадцать втором году и почитать допросы он говорит это я собирала людей это я я виноват никто не собирал никого ничего специально не там организовывали видите здесь он тоже пишет это говорит это я вопрос выше вы показали что находились в хороших отношениях с митрополитом сергием строгородским вы часто с ним встречались ответ я посещал митрополита сергий строгородского в среднем один раз в два месяца но вообще-то он протопресвитером предположительно назначен то есть главным самым старшим священником москве вопрос с острогородским вы вели беседы на политические темы откуда он это вот откуда следователь сразу же заявляет да ответ нет беседы на политические темы между нами не между нами не было но следовательцы знает лучше известно что митрополит сергий строгородский давал вам читать белогвардейские газеты причем прочитаны при прочитаны вы обсуждали со строгородским в антисоветском духе вы это признаете прям в лоб смотрите ответ мне действительно один раз дала строгородский белогвардейский белогвардейскую или парижскую газету на русском языке под названием там кажется царский вестник из этой газеты я прочитал некролог о смерти бело-бело-иммигрантского митрополита антони храповицкого тот самый который организовал русскую зарубежную церковь да ну потому что в условиях невозможности соотнестись с советским союзом из строгородским каких-либо антисоветских суждений в связи с этим между мной и строгородским не было вопрос когда и при каких обстоятельствах вы получили царский вестник ответ в ноябре или декабре 36 года зайдя к строгородскому я встретил его управляющего диволами священника лебедева который предложил мне подождать так как строгородский в это время был занят через некоторое время лебедев сказал что имеется сообщение о смерти храповицкого и предложил мне ознакомиться с этим сообщением тут же лебедев зашел к митрополиту ну и так далее вы скрываете что неоднократно получали от строгородского белые эмигрантские газеты и вырезки из них ну и так далее то есть понимаете они и мне интересно что там было на самом деле им надо подвести под конкретное обвинение сергия строгородского а что же там происходило а происходило вот что еще ну как-то смешно про прессу а было дело вот что митрополит сергий распускает по требованию государства нквдм временный патриарший священный синод управление церковью дальше он высказывает и приводит несколько высказываний которые вроде бы ему принадлежат а вроде бы нет а дальше происходит следующее феврале 36 года сергий празднует юбилей непонятно какой то ли его по вы судя по всему его хиротонии и были приглашены где-то 25-30 человек но судя по всему 25 и вот он дома у себя в доме 25 вроде бы известно потому что всех там остальных ты расстреляли и вот митрополит константин диаков митрополит киевский поднимает тост и говорит но я сейчас быстро чтобы перескажу говорит о том что ну владыка вы все равно управляете церковью хорошо бы быть вам желаю быть вам патриархом кто там присутствовал то лебедев точно был судя по показаниям лебедева состоялось собрание с участием митрополита константина потом уже до в январе уже епископов там таких то священника хатовитского и так далее которые обсуждали назначение нового патриарха без товарища сталина без государственных органов сами ну вот дмитрий его к сожалению пропущу и вот в результате это то и будет одной из статьи обвинений в контрреволюции газету читали и в попытках организовал организовать патриаршество там в россии самостоятельно что-то протокол добросах тавицкого 19 июля это вот такая вот все это весь 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 протокол больше нет такая бумажка следствие по вашему делу закончена 19 июля помните 17 начали июня до июля закончен месяц вы что-либо дополнить к своим показаниям имеете нет добавить ничего не имею записано из своих слов верно и так далее ну вот вот вас бы папа поспрашивают вы сидите в бутырке вас вызывает вы читали белогвардейскую прессу но я там читала вы слышали вы были вы на этом собрании как бы этих самых как это контрреволюционные это не контрреволюционное собрание мы просто сидели за столом и митрополит киевский произнес тост вы нет ну хорошо все есть что дополнить нет все следствие закончено вот ваше ощущение что с вами будет какая-то ерунда а в августе и так 19 июля все закончилось следствие подошло к концу всех кто там был на этом совещании у сергия строгородского всех допросили в соседних камерах сидят все понятно даже личную встречу организовали лебедево там и аксёнова а вот вам пожалуйста как происходило все в реальности это сталинские списки вы видите список лиц подлежащих суду военной коллегии верховного суда союза ссср за и сталин то есть за папа подтверждаю дальше в мм молотов каганович и ворошилов все подтвердили а вот список идет видите двух вычеркнули а всех остальных в том числе хатовицкого александра александровича оставили сталин получает такие альбомы вот с этими списками и там есть еще такие же альбомы по каждому краткая справка но он не просто фамилии он еще читал на основании следственного дела вот того который сейчас мы зачитали там приблизительно составлена краткая информация по каждому в том числе и сталин подписывает это это списке там по 400 по 300 человек альбом такой за то есть это высшая мера он не против но сталин не судебный орган это внесудебный орган получается а судебный орган это верховный военной коллегии верховного суда ссср и вот туда все уже решено все их расстреляют уже станет скал да но надо оформить и военной коллегии во верховного суда ссср это расстрельный дом на никольской вот он жуть в том что здесь на втором этаже кабинеты там этого самого василь васильевича улериха который возглавлял много лет эту коллегию а суд происходил заключенных привозили а в подвалах мы не можем сказать да но мы не можем сказать нет в подвалах расстреливали по несколько тысяч человек там получается за тридцать седьмой год расстреляли если не там дорогие мои это тогда вообще проблем нет лубянскую площадь перешли в арсеновский переулок в арсеновский переулок второй дом от угла сразу подвал ну такой съезд и там до сих пор гараж фсб в гараже фсб расстреливали то есть либо здесь либо через улицу судя по всему здесь потому что очень быстро все происходит вот василий васильевич улерих который возглавляет военную коллегию верховного суда председатель военной коллегии такой вот он замечательный человек бабочек коллекционировал жучков разных энтомолог был ну пил чуть-чуть такой веселый парень к нему же он приходили осужденных с ним беседовал быть ну что вы ну конечно все посмотрим чё посмотрим он выполнял конкретную функцию к нему приходили сталинские списки по сталинским спискам нужно было подвести подвести итог суд происходил 15-20 минут вы вас вводили зачитывалось значит обвинение вас спрашивали вы согласны вы говорили не согласен хорошо посидите уходили выходили и зачитывали обвинение верховную коллегию верховную коллегию верховного суда ссср нельзя было как бы подать апелляцию это финал и вот в результате по вот этому антисоветской террористической фашистской контрреволюционной организации терроризм а терроризм это смертная казнь и вот в результате дальше мы читаем несколько документов удивительные документы значит приказу это капитану игнать его приказу это у лирих пишет привести в исполнение приговор войны коллегии верховного суда ссср 19 августа тридцать седьмого года в отношении ниже следующих осужденных высшей мере уголовного наказания тире расстрел пишет он 19 августа тридцать седьмого года приказываю привести 19 августа тридцать седьмого года то есть за один день 28 человек они послушали приговорили и ну наверное вечером 19 августа преображение господня они все были расстреляны капитаном игнатьевым судя по всему игнатьев лежит здесь в этой церкви прах его такая коробочка лучшему чекисту ссср ну так далее они все заслуженные будут в орденах на обратной стороне карандашом акт приговор военной коллегии к расстрелу в отношении 28 указанных в этом документе осужденных приведен в исполнении 19 8 37 комендантом военной коллегии мне закрасили эту штуку ну как бы я как будто не могу понять кто такой комендант военной коллегии но даже до сих пор они закрывают эти фамилии бумажками в присутствии заместителя прокурора союза сср рогинского ну и дальше подпись их стоит привели а дальше интересная штука директору московского крематория примите для кремации вне очереди 28 трупов комендант военной коллегии верховного суда сср подпись они ночью отвозят эти трупы расстреляны здесь центре москвы вот сюда на донской кладбище а донской кладбище это первый крематорий в советском союзе вот из такой церкви преподобного сергия радонежского превращается вот такой крематорий а теперь смотрите вот главный вход вот она мать на посмотрим где все сейчас тут тут у меня вопрос огромный и может быть дальнейшем может вы сами найдете что-нибудь старое кладбище начинается отсюда дворянские могилы еще а вот это то что здесь то было смотреть что здесь было ну разбирают церковь вот это внутри это в пределе это такие шкафчики деревянные с этими урнами а вот это так вот зал для прощания красные похороны такие внизу церковь анны кашинской единственный предел в москве в россии почти до святой анны кашинской в этом месте устанавливают три немецкие печи которые вот этот топ и сыновья они потом в германии хорошо будут пользоваться спросом во время строительства концлагерей и здесь происходит кремация кремирует лично такой замечательный человек петр иванович нестеренко бывший царский офицер дворянин сбежавший в париж потом вернувшийся и ставший лучшим сотрудником нквд возглавив похоронную эту историю который каждую ночь сжигал 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 трупы расстрелянных москве политзаключенных посмотреть внимательно кладбище это дворянская сторона это стена это главный собор вот здесь маленькая церковь вот она в ней лежит патриарх тихон а вот здесь вот девятнадцатого августа три ночи 19 на 20 привозят александра хатовицкого на соседней улице он жил всю жизнь последние годы и здесь что-то происходит смотрите вот это вот до двадцатые года вы видите там такое странное место такое да вот это вот посмотрите а знаете зачем это показываю а потому что у меня большой вопрос к тому что в акте написано мы же читаем примите в кремации вне очередь 28 труб 28 труб сколько они сжигать то будут ну ночь у вас есть но 28 человек запихнуть в трепечки невозможно труб сжигается два часа на обратной стороне карандашом акт 28 скобочка 28 трупов нами приняты и зарыты в ямы комендант нквд начальник отделения и так далее и вот у меня теперь до сих пор вопрос вы первый кто об этом знает теперь они их реально кремировали или они просто кого-то кремировали ну кого смогли потому что там место и времени нет а кого-то зарыли место как вы видите полно зарывай куда хочешь и соответственно на этом заканчивается история от александра хатовицкого его земная жизнь 94 он был причислен к лику святых и могу сказать вот что подвиг новомучеников он так и не понят до конца в нашей церкви абсолютно вот подвиг древних мучеников как-то еще более менее понятно но он потому что там обросло какими-то уже сказочными обстоятельствами поэтому как-то более менее а вот подвиг новомучеников при том что есть документы но вот так вот документы есть какие-то свидетели есть все равно не воспринимаются даже помните патриарх специально сказал что но вы называете сейчас крещеных младенцев в честь новомучеников почему-то потому что не называют святого николая понятно в честь кого-то матроны понятно в честь хатовицкого непонятно потому что подвиг не оценен до конца потому что тысячи были расстреляны а почему они не святые а эти святые почему лебедев не святой например а хатовицкий святой вот здесь вот очень сложный вопрос но прежде всего для современных православных которые в общем то об этом и особо и не думают но мне кажется что вот отец александр вот смотрите какую жизнь прошел до конца и был честен открыт и он следовал вот заповедям христа до самого последнего своего часа это можно посмотреть и в документах и в письмах и в судебных делах в америке где он отстаивал вот нравственную чистоту там людей да и боролся за них за прихожан своих и здесь тоже и активно его позиция во всем и в помощь церкви христовой и людям которые здесь были и главное что ну тоже один из показателей он он честно берет на себя он никого не сдает он никого не подставляет он никого не наговаривает не говорит никого потому что ну тоже с другой стороны вы оказались в жутких жуткая ситуация вы знаете один священник в тридцать седьмом году когда его пришли забирать это с георгий митрофанов любит эту историю приводить пример когда пришли забирать вот все и он за его ведут он поворачивается и говорит своему сыну завтра отрекитесь от меня и вступая обязательно в комсомол да но он понимает это мы сейчас можем сидя ногу на ногу попивая чай говорит чуть не православно как-то ты в этих условиях поживи ты посмотри сергий старогородский конечно сложное обстоятельство а как сохранить по другому церковь лавируя между властью там расстрелами и так далее а как сохранить семью понятно что меня расстреляют а сын пускай хоть как-то возможно отречется там еще что-то но по крайней мере он жив останется вот понимаете в этих условиях очень сложно сохранить вот эту вот ну нравственную духовную чистоту и мне кажется отцу александру но не мне кажется церкви кажется что он сохранил эту чистоту и остался до конца предан церкви христовой вот и конечно сейчас этот вопрос очень сложный потому что очень много таких православных сталинистов становится которые почему читают что то есть сталин прям благо принес особенно я был в шоке когда освещал тут священник памятник сталина до его и сказал что это же хорошо такой человек замечательный благодаря ему сколько мучеников и святых оказалось в россии реально почитайте прессу и тут же от него открестились вся духовя это за высшее духовенство или это его личное дело мы не знаем что такое но подождите если такое есть это же не единичный случай давайте памятник диоклетиану поставим император узнать скольких перебил там львами за это сам сожрали в конце концов мученичество святого георгия благодаря диоклетиану какой хороший человек как политик да но с христианской точки зрения нет поэтому вот мы живем с вами не в простое время когда их подвиг не то что недооценен но даже недопонят до конца мне кажется надо просто заниматься дальше исследованиями и открывать это все и и надо оценить это все а вот оценить то у нас не получается если кто-то захочет еще раз просто напоминаем мы там сделали маленькую такую копилочку мы собираем на доску памятную доску на к на донском кладбище место то нет захоронение мы же не знаем где владыка фиагност говорит надо поставить крест как поставить крест куда там есть приблизительные места вот эти ямы куда сыпались трупы слушайте 5000 человек сожгли а там маршалы наши там какие-то госаппаратчики священники из двадцати восьми трое причислены к лику святых там все лежат как можно крест поставить там они иудеи и мусульмане там и так далее поэтому мы мы приняли решение поставить ему такую памятную доску на стене храма ну чтоб как икона чтобы вы приходили вспоминали могли помолиться ну ну вот есть какие то вопросы не знаю вот я об этом уже сказал есть вот это вот постановление летние даем по поводу арестов но среди списков по крайней мере те которые мемориал делал и которые они озвучивали выкладывали ее нет но там упоминается три лагеря вот я хочу проверить в этих но это и архив в омске надо ехать в омск не знаю я попробовал посмотреть знаете есть так называемые конвойные списки то очень такая сложная вещь такая вот но если вы ищете своих родственников которые были осуждены это можно посмотреть военный архив на водном стадионе они так и пишут на колесах на колесах это что значит это когда кого-то и этапирует из одного лагеря в другое ему нужна охрана вот а охранников записывают там но не всех полков сохранились но тем не менее к в дашных и соответственно кого они это пирты куда и когда хотя бы так просмотрел все не нашел ее пока не знаю вот что с ней произошло понятно что жить там на том же месте непонятно потому что там арестовывают еще нескольких человек они тоже причислены к лику святых они которые принимают тайны монашества там еще что-то вот и они живут где-то рядом чуть не вот в этом может быть доме надо просто исследовать потому что до 30 до тридцатых годов книги домовые закрыты вы не можете посмотреть вот семнадцатого года я пожалуйста посмотрела в московском архиве книжку кому дом принадлежит там все а с тридцатых годов вам не выдадут потому что вы если вы не родственник и я даже не могу понять кто в квартире этой проживала у кого они жили там да вот в этой квартиру номер четыре а дом который напротив христа спасителя стоит дом 5 по лесному переулку сейчас это саймоновский проезд его сносят час вот сейчас данный момент а там жили и хатовицкий все духовенство хор храм христа спасителя все регенты храм христа спасителя александров которые там судя по всему гимн советского союза написал сейчас его ломают ну как какой-то центр наверно будет построен а в 2 раз в расстрельном доме пройдите по никольской сейчас посмотреть что там там бутик и магазины пытаются открыть прикольно да вот классное место вот вы там одежду мерить это мне не значу духе покупаете а здесь в подвале 5000 человек расстреляли там в тридцать седьмом тридцать восьмом году ну там не 5000 человек там меньше конечно но в любом случае такая вот русская история до у нее и у него да я не видел он жалуется что патриарх тихон с ним редко стал встречаться а и слушает его не очень хорошо судя по всему они там вот это в двадцать втором году потом там он не успел просто столкнуться с этой вот церковью то живо церковщины этой потому что он все время где-то 22 23 он сидит 24 его выслали до 28 он приезжает ему некуда деваться он ходит по соборам служит может быть в этот момент кто-нибудь что-то и предлагал не знаю но потом он остается верен и становится про то пресвитером но про то пресвитерство его нигде документально не засвидетельствовано мы знаем что она включает протопис пресвитер там но документов нет вот есть еще что волынь каменец на не каменец а как этот называется да 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 в этом городе вот и а у нас даже зависла ну в общем это потом семья переехала в житомир и там же отец его и там же они он умрет и они там он похоронен будет но к сожалению житомирский архив сейчас как вы понимаете недоступен несколько как он кременец каменец подольский кременец к сожалению кто пытался сейчас чем-то заниматься но тут там сложно потому что если русская что-то такое там сразу из был начинает действовать поэтому монахини которые пытались там что-то сделать так что пока так что еще до архив фсб открыт только для родственников то что нам дали это дело это чудо хотя своих муски я знаю тоже работает там читальный зал на кузнецком мосту вам выдают дело вы читаете ту часть вам выдают папку ну дело да там семь дел в одну сведено расстрельной 37 например и вы идете хотавицкого изучать все остальные дела запечатаются такими белыми папками сшиваются степлером чтобы вы не могли читать остальные документы если вам нужно посмотреть он ссылается на третьих лиц третьих лиц смотреть запрещено читать какой то есть вы не можете сравнить что этот говорит что тот говорит потому что вы пришли смотреть только это вам разрешили только это накануне представитель архива фсб прочитывает все дело просматривает полностью если есть какие-то вопросы он закрывает точно также этими папками те листы которые вызывают вопросы мы с вами живем в 2023 году и у нас в россии все эти дела остаются секретными хотя все эти люди реабилитированы и в конце там вложены как раз постановление реабилитации но там 90-е годы где-то 96 там 2000 год там ну и так далее то есть там но в польше это решили вопрос да ну может быть сейчас я не очень хорошо буду говорить в прибалтике решили этот вопрос ну там были созданы комиссии так далее и они реабилити не просто реабилитации на открытость этих процессов дел у нас это объясняет следующим если родственники придут и найдут кто там стучал на кого будут мстить будут мстить значит вот мы закроем чтобы не мстили но в реальности ну по-разному можно оценить но я в реальности не видел но не слышал таких из а ты следователь чтобы кто-то побежал и кого-то там убил потому что значит его прапрадедушка предал моего прапрадедушку там под суд и так далее ну все таки не тот период не то время но у нас считают так и у нас не открывают а в архиве на милютинском переулке но там вот как раз здесь рядом с тобой сидит человек который вместе с тобой читает это дело смысле он прочитал это дело он следит смотришь как ты читаешь и что-то выписываешь вот все мой вопрос я медленно печатаем это ничего у нас до 6 есть время но зато разрешил сфотографировать вот эту фотографию 23 23 года 22 23 года дело он со мной рядом сидит там все живы там никого не расстреляли но это такая вот история есть еще вопрос у вас есть какие то вопрос да хорошо все тогда ну идите отдыхайте тогда спасибо что пришли